МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия программа «Круглый стол». Буквально на днях в Республике появилось новое издание. Книга-альбом, подготовленный Государственным историческим архивом Чувашской Республики. Он так и называется. История Чувашского края в уникальных архивных документах. Что это за издание? Чем оно будет интересно широкому кругу читателей и исследователей, мы сегодня и поговорим. Я представлю наших гостей и собеседников. Галина Васильевна Еркмакова, директор Государственного исторического архива Чувашской Республики. Федор Николаевич Козлов, заместитель директора Государственного исторического архива Чувашской Республики. И Дмитрий Викторович Басманцев, кандидат исторических наук, научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук. Галина Васильевна, вам слово. Этот год мы отмечаем юбилей, столетний юбилей нашей автономной области, республики. К этому празднику, конечно, архивисты тоже готовились долго. Конечно, мы очень много издаем в последние годы. Уникальна тем, что здесь нашли отражение именно документы, уникальные документы не только нашего исторического архива, наших государственных архивов, региональных архивов и, конечно же, еще и федеральных архивов. Если вот познакомиться, ознакомиться или посмотреть эту книгу, просмотрев эту книгу, конечно же, представление о нашей республике, полное представление о нашей республике, конечно, обеспечено. Поэтому составителями... Вошли именно 100 документов. К столетию вот таким образом так решили, что именно 100 уникальных документов, да, 100 уникальных. Составителями являются Дмитрий Викторович Басманцев, Валентина Григорьевна Харитонова. Ну и я вот тоже принимала участие. И, конечно же, нам помогали федеральные архивы. И проект финансировался за счет федерального и, конечно, регионального бюджета. Федор Николаевич, вопрос вам, как научному редактору, в чем заключается уникальность этих 100 документов? Ну, во-первых, мне было вообще приятно работать в плане того, что это первая книга-альбом, которую делает архив. До сих пор мы выпускали сборники документов, когда включали просто документы по той или иной тематической группе. Здесь перед нами была немножко другая задача, когда мы раскрывали не цель собрать все документы по одной тематике, а собрать 100 документов, как сказала Галина Васильевна, которые прослеживают вот таким определенным пунктиром историю Чувашии от первых упоминаний города Чебоксары до дня сегодняшнего. Самая большая проблема, которая, наверное, была у нас, вот как эти 100 документов отобрать. Потому что документов их огромное количество. Каждому из составителей хочется что-то свое, чтобы обязательно появилось. Но и отчасти, в том числе и мой функционал, был в том плане, что какие-то вещи надо было просто отсекать, чтобы именно в эти 100 документов и мы могли уложиться. Надеюсь, что, в принципе, со своим вот таким функционалом я со своей стороны справился. История Чувашии, она в определенном ракурсе нами продемонстрирована. Это 100 документов, которые сопровождаются еще иллюстративным материалом, материалами К-документам. Потому что сам по себе документ, он для историка, для профессионального историка, он интересен. Но для широкой аудитории он будет малоинформативен в плане того, что человек часть из этих документов не в состоянии будет просто прочитать. Часть документов он увидит, визуально воспримет, но не поймет содержательную составляющую. И поэтому мы пошли по пути создания книги-альбома. Когда каждый документ иллюстрируется дополнительными документами или фотодокументами, или какими-то другими, воспроизводимыми на отдельной странице. И мы даем короткую аннотацию к тому, что мы показываем. Это и погружение в тему документа, и в то же время вписывает сам документ в контекст исторической эпохи, когда он был создан. И в принципе книга рассчитана на массового читателя. Это приоритет, который мы поставили одним из первых. Чтобы мы не должны замкнуться на кастовую, так, в архивную систему, сугубо научное, профессиональное сообщество, которое получит книгу, и дальше не будет никакого резонанса. А именно донести до массового читателя, чтобы любой экономист, политик, философ, школьник, студент, там неважно, далеко не отличник, мог взять книгу-альбом в руки, пролистать, получить какую-то информацию. Она одновременно и на простом языке, и в то же время она сообщает ему научные факты, которые они проверены и не вызывают сомнений. Дмитрий Викторович, все-таки, по какому принципу отбирались документы для этого сборника? На что в первую очередь вы обращали внимание? Какую цель преследовали? Сюда вошло, как мы уже сказали, 100 уникальных документов. Ну, 100, это понятно, это достаточно такой символическое такое, значит, конечно, исходили из того, как выглядят сами документы. Потому что в данном научном издании, в данном книге-альбоме представлены цифровые копии этих документов. То есть каждый житель Чувашской республики, наши гости, могут воочию увидеть, как на самом деле выглядит тот или иной документ. Какой это самый ранний документ из вошедших в эту книгу-альбом? Самый ранний, но тоже не случайно, значит, ранний документ, это документ, датируемый 1469 году. То есть год первого упоминания города Чебоксары в Никоновской летописи. То есть не секрет, что в прошлом году как раз наша столица, Чувашская республика, отметила 550 лет. Второй, один из таких также ранних документов, это период заката Казанского ханства. Это купчее или письмо 1539-38 года, которое территориально относится к территории Магаушского района. То есть во время этого документа, понятно, это документ, это список, список 18 века, данный документ, он был составлен, понятно, в стартатарском языке. И в 18 веке при споре, в 17 веке, когда, там, по-моему, или в 18 веке, когда шли, значит, земельные споры, как раз этот документ был переведен на русский язык, и таким образом он сохранился до наших дней. Если обратите внимание, там имеются также тамги, особенности письма того времени. Ну, конечно, основной упор, конечно, мы сделали на те документы, которые отражают такое значимое событие, это вхождение чувашского народа в состав русского государства. Этот процесс достаточно был сложным, конечно. Здесь были, значит, сложным. И вот один из первых документов того времени, это, конечно, это обращение чувашского народа, получается, население горной стороны в 1551 году, о том, значит, чтобы вот эта горная сторона вошла в состав русского государства. Федор Николаевич, почему вот решили начать историю, документированную историю с 1469 года? Документы более ранние не сохранились? Нет. Более ранние документы, они есть, но просто в данном случае это, опять же, то, что мы посовещались, когда с составителями разрабатывали концепцию, мы связали между собой две даты. 550 лет города Чебоксары и 100-летие автономии. Мимо 550-летия города Чебоксары пройти нельзя. И мы все-таки привели документ, который первым письменно фиксирует напоминание о городе Чебоксары. Потому что не секрет, что у нас много точек зрения, когда город возник. И когда его стали называть городом. Мы привели тот документ, в котором он упоминается. Дальше это уже дело каждого, кто читает, интерпретировать для себя и сравнивать с другими точками зрения за или против. Елена Васильевна, какие документы включили в сборник по вашему настоянию? Вот за какие вы, например, бились? Конечно же, люди. События, исторические события. Это тоже хорошо. Развитие, создание и так далее, организации, предприятий. Но ведь все это людьми было сделано. Специалистами, руководителями. Поэтому вот эту сторону как бы... Ну, тут, конечно, придерживались все этого мнения. Конечно, без людей тоже книга. И вообще историю преподнести, и, наверное, неинтересна она была бы. Кого упомянули из таких наиболее, может быть, известных? Или, наоборот, наименее известных? Тут ведь не скажешь вот одного, например, вот я смотрю, Ефремов. Это Благовещенская улица города Чебоксары. На переднем плане дом Петра Ефремова. И как же вот обойти? Это вот Надежда Павлова. Как обойти? Вот первый космонавт, ну и первый президент нашей республики. Это руководители. Ну, ведь, мне кажется, тут, конечно, очень многое хотелось, но, как уже говорили, вот и составители, и вот, и наушный редактор, конечно же, исходили из того, чтобы вот какая-то связь, и хронология, она соблюдалась. И эпохи, или там события из жизни республики, они вот нашли отражение. Дмитрий Викторович, если мы говорим об уникальности документов, то есть есть в этой книге какие-то премьеры, документы, может быть, имена, о которых по каким-то причинам не было известно широко, или по каким-то причинам они были забыты, и вот сейчас вы их вернули в широкий научный и ненаучный, просто оборот. Как раз передо мной декрет в ЦИК и СНК РСФСР об автономной Чуварской области. Понятно, что для узких круг специалистов, естественно, занимаясь той или иной проблемой, в основном пользуются подлинниками или заверенными копиями. В основном, понятно, для широкой аудитории данный декрет, он был представлен даже в интернете документом, проектом постановления, которое в свое время правил Владимир Ильич Ленин и который датируется 22 июня 1920 года. В данном издании мы включили, кроме этого проекта, включили постановление, хотя мы знаем, как это декрет, но понятно, что декреты были, первоначально, как постановление высших органов управления того времени, и как раз это постановление, подписанное секретарем в ТИК Инукидзе, и которое представлено печатью данного органа. То есть это не проект, это уже окончательный документ, кстати, какой датой он подписан? Ну, к сожалению, дата здесь не указана, но по справочнику, по архивному справочнику российского государственного архива социально-политической истории, где данный документ хранится, мы установили, что там всего в этом деле три документа, три документа, первое, конечно, когда, где правил Владимир Ильич и Ленин, конечно, все считали его, как бы, брали за основу, но на самом деле, вот, после того, как он внес справки, все-таки, дальше это постановление шло по инстанции, и таким образом, то есть он юридическую силу получил после того, как подписал секретарь, и на этом постановлении появилась печать. Федор Николаевич, какое место в своем книге-альбоме вы отвели современной истории? Ну, она составляет примерно четверть от общего объема, потому что исходили из близости к всем ныне живущим этих событий, и все-таки здесь больше сохранность документов, и больше вариативности, как их подавать. Но, опять же, проблема в том, что чем больше документов, тем сложнее выбор. Поэтому, опять повторюсь, но скажу, что кто-то, может быть, нас за такой выбор и покритикует. Но, на наш взгляд, то, что мы отобрали для показа в книге-альбоме, это позволяет судить об общем векторе развития и социально-экономической истории, и политической, и культурной. Потому что, в целом, мы по всему содержанию книги старались выдерживать какой-то баланс интересов между различными отраслями человеческой жизни, чтобы не уйти совсем в политику, не уйти совсем в культуру, или не удариться в этнографию. Там были какие-то нюансы, когда мы действительно дискутировали, что нам оставить, что не оставить. Но, если есть хорошая аргументация, почему документ должен быть, значит, он имеет право на то, чтобы быть представленным. Например, есть документы, связанные с Николаем Мордвиновым. Это ведь человек, который родился на территории современной Чувашии, но в то же время состоялся отнюдь не на территории Чувашии. Если бы он продолжал жить у нас здесь и не уехал в Москву, кто знает, был бы такой великий, который общеизвестен всей стране, актер, который сыграл столько ролей. Та же самая Надежда Павлова. Если бы она оставалась здесь и жила по-прежнему в той же крестьянской семье, как и жили большинство ее сверстников, никакой гарантии, что была бы известная балерина. Здесь очень много таких примеров, когда мы не замкнулись на только тех уроженцах, которые состоялись на территории Чувашии. здесь много людей, причем именно людей, которые известны не только в стране в целом, но и известны миру, но уроженцы наши. Галина Васильевна, все-таки архивные документы вещь достаточно специфическая, и на какую бы широкую аудиторию не была рассчитана эта книга-альбом, есть возможность, есть помощь для читателей, чтобы научиться там, я не знаю, читать, правильно понимать эти документы? Ну, для этого и есть архивисты, они готовят научно-справочный аппарат, так называется. Конечно, и именно, чтобы понимали вот термины старых, тут и слова, скажем, терминов, и устаревших слов мы составили, также список сокращений, если, например, цик, сегодня, конечно, молодежь может и не знать. Тебе, что есть два цика, есть центральный исполнительный комитет, а есть центральная избирательная комиссия. Конечно, конечно, вот поэтому, конечно, вот этот научно-справочный аппарат даст, конечно, ну как, лучше узнать и узнавать о работе, о документах, и, конечно же, могут они в любое время обратиться наш исторический архив или любые другие архивы, потому что именно мы дали аннотацию в каком архиве какой документ был выявлен и где они находятся. На будущее вот вы, допустим, себе в планы включаете издание таких книг, альбомов, посвященных, может быть, каким-то другим датам или более узким темам. Не просто вот столетия Чувашия, а какие-то другие события? Ну, на самом деле вот ко всем мероприятиям проводимым на республиканском уровне, конечно, на правительственном уровне, в первую очередь, конечно, начинают искать в наших документах. Ну и вот это вот сегодня идет подготовка сборника, это уже не как книга-альбом, сборника документов именно по Сурско- Казанскому оборонительным рубежам. Сегодня выявлено более 350 уже документов и, кстати, вот сегодня будем рассматривать перечень этих документов и именно вот таким не только вот, например, юбилейным датам, но это тоже, конечно, с юбилеем связано, но мы хотим показать, популяризировать именно те документы, подвиг нашего народа. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашими собеседниками была Галина Васильевна Ертмакова, директор Государственного исторического архива, Федор Николаевич Козлов, заместитель директора Государственного исторического архива Чувашской республики, и Дмитрий Викторович Басманцев, научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук, авторы, составители научные, руководители сборника книги-альбома «История Чувашского края» в уникальных архивных документах. Спасибо за внимание. Всего доброго.